И последнее в Мирненском ГОКе продолжает трудоустраивать персонал Рудника Мир. Индивидуально каждому горнику предлагают вакансии в компании Алроса согласно их квалификации. А также предлагают сменить профиль. На отдельные должности людей готовы переобучить. Подробности у моей коллеги из Алмазного края. Инструктаж, наряд, ламповая. Так начинается рабочая смена слесаря Рудника Интернациональной Андрея Кашевого. За 15 лет он привык к такому распорядку. Шутит, что меняется только география. Начинал на Интере, потом был Мир и снова Рудник Интернациональный. Должность та же самая, слесарь 6-го ряда подземный. Но немножко специализация чуть-чуть другая. Там мы насосами занимались, здесь стволами. Но в принципе все похоже. Все равно, я думаю, справимся. Квалификации-то что, обучались всему. Сменил место работы и Самат Надербеков. Теперь он машинист погрузочной доставочной машины Рудника удачный. Новые условия, новый город и новый коллектив. Трудностей хватает. Но шахтер относится к всему с пониманием. Говорит, приехал надолго. Встретил удачный, хорошо. Дали койку места. Выдали всю спецодежду. И зимние, и летние. Работа, ну, шахта как шахта, такая же. Просто у нас там комбайны были, здесь комбайнов нет. Таких, как Андрей Самат, шахтеров мира 800 человек. Волросы прорабатывают вопрос их трудоустройства. Кадровики Мирнинского комбината составили список с вакансиями в компании. Учитывали пожелания самих шахтеров. Уровень зарплаты, гордый профиль и специфику работы. В перечне почти 400 предложений. В банке вакансий присутствуют, естественно, все специальности. И подземные, и, так скажем, открытые горные работы, и водительский состав, и КСК. То есть это полный банк вакансий компании «Алроса». Если мы говорим о подземных профессиях, то наиболее полно они представлены сейчас, на данный момент, вакансии именно в удачнинском блоке. К подбору вакансий кадровики комбината подходят индивидуально. Здесь работникам пригодились корочки по другим профессиям. Тех, кому пока не нашлось места по специальности, ждут в центре подготовки кадров. Тех шахтеров мира, которые переехали в другие города, поддерживает профсоюз «Профалмаз». «Алроса» помогает с жильем, устраивает детей в садик, помогает решить бытовые проблемы. В середине октября делегация профсоюзов Якутии встретила с ними в Айхале. Наталья Николаева, Роман Ларин, Оксана Мезенцева, Ирина Балкова, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова